Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Scorched Earth. Итак, Ark Survival Evolved, естественно, Выжженная Земля. Давайте просто называть Выжженная Земля, потому что надоело мне это выговаривать постоянно Scorched Earth. Не знаю, язык постоянно заплетается, я оговариваюсь почему-то. В общем, мы на стриме, если вы вдруг не были на моем стриме, расширили еще дом, загон увеличили до трех этажей, соответственно, у нас сейчас внутри помещается Marilla Tops, волк и наш Дейдекариус, листика, листозавра я переместил чуть правее. Соответственно, мне очень нужна сера, сейчас посмотрим, что можно будет из себя выложить, что мне с собой не нужно. Так, соответственно, мне нужно очень много серы и не помешала бы соль. Возникла огромная проблема, пещера, в которую я всегда ходил за серой, она, в общем, больше недоступна, ее застроил Трайп, очень сильный Трайп, у них очень большая база, они там построили очень большие ворота, ворота заперты, соответственно, я просто не могу туда попасть. Ну, а что, у меня стенка с собой, что ли, да? Да, у меня с собой каменная стена, ну, да ладно, пускай. У меня с собой есть семь огненных стрел. Сера обычно в горах, и я один раз находил серу в одном единственном месте, кроме той пещеры. Я ее, правда, тогда не собрал, я не понял, что это за камни, но потом уже, вот когда застроили пещеру, я вспомнил, что там была серая. Сейчас попытаемся добраться до этого места. Это вот тот вот горный массив, который прямо передо мной, в нем была серая. Так что я сейчас отправляюсь туда, но там очень много карна, там очень много кис, поэтому мне будет очень сложно. Но я надеюсь, что я справлюсь. У меня с собой нету пики. Блин, у меня с собой нету пики, но я, в принципе, могу сделать копию, почему бы и нет? Я буду беситься с них. Я буду с них беситься, но да ладно. Вообще, я и не хотел, честно говоря, подходить близко к ним и бить пиками. Я хотел исключительно стрелами стрелять. Да, я хотел стрелять стрелами, бог с ней, с пикой. Без нее обойдемся. Пойдемте посмотрим, что в этом белом луче. Я надеюсь, что он не исчезнет сейчас. Только не говори, что он бьет вниз, а. Ну какого же черта он туда бьет, а. Смотрите, тушканчики, куда забрались, хвостами здесь виляют, а. Вот негодяи маленькие, ты посмотри на них. Тихо, тихо. Паркур здесь просто бесподобен. Паркур, вот это вот лазанья по горам, оно просто бесподобно сделано. Здесь можно вот так вот спускаться отовсюду. Так, это выбросить. Стрела. Стрела. Соль. Шок. Глину не забер... Глина и песок мне не нужны, их у меня навалом. Так, я только что видел маленького, маленького, маленького. Давай его быстренько убьем и заберем с него кожу. Да, 24 кожи. Это жестокий, жестокий мир. Что поделать, это жестокий, жестокий мир. У меня с собой нету еды, сейчас добуду еще ягод, чтобы было что поесть. Тут постоянно идет всегда агрессия между животными. Травоядные сражаются с хищниками. Это мне очень на самом деле помогает. Я всегда стараюсь держаться за травоядными. Ну и смотреть, что происходит. Так, киска на меня согрелась, ничего страшного. Нет, она переагрелась на этих, ты посмотри. Черт, я не выкинул? Нет, не выкинул. Она переагрелась на этих. А там киса и... Понял, и шипастый дракон. Тихо. Еще один выстрел и она умрет. Поэтому не буду тратить голос. Есть. Убили. Отлично. Заберем кожу. Почему-то кожи так много стало падать, я что-то не понял. Шипастый. Что, почему он от меня побежал? Почему он от меня побежал? Я не понял. Или он так сильно ранен? Или он заглючил? Он сейчас вернется. Почему так кожи много стало падать? Вообще у меня такое ощущение, как будто бы Х2. Как будто бы включили на сервере Х2. Я сейчас посмотрю, проверю. Может быть я что-то упустил, какую-то новость. Но... Да, действительно, очень-очень сильно похоже, что рейты повысили. Тихо-тихо-тихо. Он сюда не проберется. Там невозможно проползти. Попал. Отлично. Отлично. А-а. Чёрт. Чёрт. 120-й. Ты посмотри, он 120-й. Зараза, он меня убил всё-таки. Гадина. Вот это я переоценил свои силы. Обалдеть. 120-й шипастый дракон. Ладно, ничего страшного. Он практически мёртв. Мы сейчас заберём своё тело. И заберём всё, что там в нём. Я пришёл на то место, где сидел этот шипастый дракон. Он всё там же. Вот он он. С моим трупом где-то здесь развлекается. Выбраться он отсюда не должен. Сейчас мы его здесь заколыпаем, сволочь такую. Он не должен выбраться отсюда. Я не думаю, что он сможет. А-а-а. Даже песчаная буря мне не помеха. Да что ж, дракончик, извини. Дракончик, извини. И вон я до сих пор вижу свою сумочку. Вот за ним лежит. Надеюсь, успею. Надеюсь, заберу всё. Потому что там очень много всего. По новой всё это делать. Мы потеряем очень много времени и ресурсов. А ресурсы здесь очень важны. Дракончик, умирай, пожалуйста. Давай, давай, давай. Есть. Убили. О, давай забирать всё из трупа. Всё отлично. Блин, ребят. И уж коли на то пошло. Коли сейчас х2, то... Ну, ну, сам Бог велел бежать и собирать серу. И собирать серу как можно больше. А также делать в огромном количестве наркотики. Потому что другого времени не будет. Такого, такого шторого шанса не будет. Это всего лишь на уикенд. То есть на выходные будут такие рейты. А потом они исчезнут. Соответственно, я сейчас буду вовсю собирать наркобэри. Собирать мясо протухшее. Серу обязательно. Все эти камни и прочие-прочие постройки. Это потом. Сейчас главное вот эти ресурсы. Можно было бы по-быстрому очень хорошо построиться. Я понимаю. Но на самом деле лучше сделать очень много наркотиков. И собрать там, не знаю, очень много кожи, например. Да? Очень много кератина собрать. Что? 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 А, всё нормально. Всё нормально. Я подумал, что может быть лак или ещё что-то. Нет, всё хорошо. Так, лук. Сколько ты весишь? Я не вижу там, сколько ты весишь. За экран уходит надпись. Он весит 7. Так что мы лук выбросим. Лук это лишний вес. Фух. Ну, знаете, как-то после песчаной бури сразу так тихо, спокойно стало. Всё. Мы идём в горы. Вот в те горы добывать ресурсы. Да, мы идём в те горы добывать ресурсы. Итак, вот здесь есть проход в горы. Но, честно говоря, там дико опасно. Давайте соберём масло. Есть нефть в смысле. Ну, там ойл. Это, знаете, и масло, и нефть. Вот. Поэтому я порой допускаю ошибку, оговариваюсь. Здесь вообще дико опасно. Но я надеюсь, что я смогу здесь найти серные залежи. Блин. Я сомневаюсь, конечно, что это будет легко. Но я очень постараюсь их найти. Нужно очень внимательно ходить теперь. И рассматривать все. Рассматривать все камушки. И здесь большое количество карна. Большое количество скорпионов. Кис. Меня просили, приручи кису, приручи кису. Обязательно приручим, ребят. Обязательно. Но чуть позднее. Просто сейчас есть задачи первоочередной важности. Это вот как, например, сбор большого количества серы. И нужно обязательно-обязательно использовать возможность. Пока что идёт на сбор. Х2. Так, вот здесь. Здесь я уже бывал. Вот здесь можно безопасно спуститься. Эх, чёрт. Слишком сильно спрыгнул. А вот там плохо. Там голем. Там опасно. Пока что серных камней ни одного не вижу. Впереди будет долина. Впереди будет долина, в которой... В которой очень много карна. А у меня с собой практически нету стрел огненных. У меня с собой практически нету огненных стрел. И... Это проблема. Это очень большая проблема. Так, сейчас попытаемся всё это дело обойти с поку. Голем. Вот сейчас главное туда допрыгнуть. Аргент. Ну, я надеюсь, что на меня не согришься. Но если даже согришься, это не так страшно. Самое главное, чтобы голем не согрелся. Ладно, попытаюсь запрыгнуть. Давай. Опа! Давай, 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 давай! Есть! Отлично! Отлично, отлично, отлично! Шикарно. Здесь мы с вами прилетали в прошлом выпуске. Я не знаю... А, я может быть это вырезал. Нет, я это вырезал всё правильно. Это, я так понимаю, что просто камень. А вот это абсолютно точно голем. Аргентавис. Ты какого уровня? А у меня с собой нету... У меня с собой нету... Он согрелся. Он согрелся. Согрелся ещё один. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Я сейчас справлюсь. Всё будет хорошо. По кругу, по кругу главное. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. А, зараза! А, зараза! По кругу главное крутиться. Почти, почти убил. Давай, 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 давай! Зараза! Нет! Они пошли... А-а-а! Одного я убил, второй добил меня. Сейчас добежим дотуда. Вот такое вот жесточайшее место. Давай, давай, давай! Есть, отлично, допрыгнули. Я здесь уже бывал, и порой вот не допрыгиваешь дотуда. Это там... Это гриф сидит, но он мне не страшен. Он просто так не атакует. Это мой труп? Наверное, да. Надеюсь, что мой. Да, мой. Взять всё, отлично. Ну блин, они сломали мне броню, сволочи. А из Регентависа ничего не выпало, что ли? Я его где-то здесь убил. Мне он сломал абсолютно всё, да. Абсолютно всё сломал, так что придётся делать обычную... Обычную тканевую одежду. Так, создать, создать. И из-за того, что я долго бежал, у меня обезвоживание. Но ничего страшного. Вес 158 из 250. Ладно, нормально сойдёт. И всё, идём дальше. Ладно, идём дальше. Ничего страшного. Может быть, сейчас жучок где-нибудь попадётся. Блин, арбалет-то практически сломан. Но есть, конечно, вариант сделать лук про запас. А я зачем лук тогда, получается, выкинул? Да уж, бывают необдуманные поступки. Ладно, ничего страшного. Ещё подкрафтил мальца стрел. Всё, погнали дальше. Так, вроде я здесь големов никаких не вижу. Он у меня будет потихонечку так вот орать постоянно. Ну уж извините за это, ребят. Ну, может быть, найду воду. Тогда всё будет хорошо. Но пока что так. Пока что так. У меня новая клавиатура. Старая абсолютно сломалась. Так что я не знаю, насколько будет эта клавиатура. Щёлка не слышно. Шлёпанье по клавишам. Здесь очень много. Всё-таки нажимаешь на букву Е. Чтобы всё собирать. А она, если громкая, то это вот именно, знаете, в основном не мышку слышно на записи. А именно как ты щёлкаешь по клавише Е. Есть! Отлично! Я нашёл серу. Я нашёл серу. Шикарно! Вон впереди. Видите залежи слева такие вот с характерным цветом. Так, где мои огненные стрелы? Огненные стрелы сюда пошли. В лук у нас пойдёт... А в луке обычная стрела. Ну, господи, Аргент, ну ты чего? Издеваешься, что ли? Ну, ты зря это сделал. Ты зря это сделал, Аргент. Ты понимаешь? Ты зря это сделал. Гори! Тварь такая! На нафиг! На, сволочь! Ты посмотри на него, а! Да тихо ты! На! Какого ты уровня-то? 48-го, тварь, а! Что в тебе? Ах, каменная, каменная. Это мне не нужно, это мне не нужно. Слушайте, нужно быстренько-быстренько его... Это заберу. Ладно, заберу-заберу. И быстро разделывать. Потому что сейчас могут налететь эти гады. Первосортное мясо, кстати, выпало сараза. А я их сейчас буду кого-нибудь приручить? Ну да ладно. С одного куска первосортного мяса ты никого не приручишь. Ладно, нужно выкинуть всё лишнее. Сволочь такая, а, сволочь. Что ж ты будешь делать? Ладно, серу нашли. Это очень хорошо. Я, потому что, я, честно говоря, прям, когда увидел, что та пещера застроена, я чуть было не отчаялся. Но потом вспомнил, что вот здесь есть сера. Здесь просто обязана быть сера, потому что я её видел. Я тогда увидел эти камни, и я, честно, так задумался, а что это такое может быть? Ещё везёт, что х2. Везёт, что х2. Я так задумался, а что это такое может быть? Но здесь было очень много карна, ходило. Сегодня нам везёт карна, здесь нету. А они очень агрессивные, очень быстро бегают, и здесь от них просто было неоткуда убежать. И, честно говоря, они меня в тот раз убили. Они меня в тот раз убили, и не дали подойти к этим камням и проверить, что это такое. Но теперь-то я знаю, что это сера. Ладненько. Мы с вами уже добыли довольно-таки много. Попытаемся добыть как можно больше. Просто вот до предела вес забить, и потом главное отсюда выбраться. Слушайте, а здесь большие залежи? Мне везёт. Мне реально повезло, здесь очень большие залежи. Главное, чтобы сейчас никто ко мне не подошёл. И не захотел со мной познакомиться. Проверить, вкусный я или не очень. Итак, давайте смотреть, сколько мы с вами добыли на данный момент серы. 100, 200, 300, 340. Нормально, но хотелось бы ещё. Хотелось бы ещё. Вообще, вообще сейчас лучше всего отнести эту серу домой. Ну ладно, я принял решение, что нужно сейчас отсюда выбираться, идти на базу и... Делать огненные стрелы из этого количества серы, которые добыли. Всё-таки 340 это довольно-таки много. А потерять... Это будет просто... Это просто жесть. И я обошёл всю долину, больше там серных залежей в том месте не было. Я так думаю, что ещё серные залежи должны быть где-то глубже. Ну, по-любому где-то глубже они должны быть. Чёрт. Аргент и Скорпион. Тихо, а? Есть Скорпиона, забили. Задник кого? Задник кого. Аргент меня не видел, он не должен сюда прийти, что в инвентаре. Стрелы заберём, а всё остальное плевать. И хитин с него сейчас заберём как можно больше. 22 хитина, просто супер. Просто шикарно. И сейчас нужно быстро бежать отсюда. Итак, я тут недалеко от дома. Усцепил Аргентавис 16 уровня. Слушайте, и при Х2 так быстро приручается. Я здесь бегаю на волке, добываю прайм мид. У меня здесь соль для консервирования. В принципе, она неплохо работает. Её не нужно не применять ни на само мясо. Это просто добавить в инвентарь своего животного, у себя держать в инвентаре. Конечно, у себя в инвентаре оно гораздо быстрее портится, чем в инвентаре животного. Но всё равно оно даёт довольно-таки много времени. Это вот сейчас прайм мид, то есть сырое первосортное мясо, оно добыто из парацера. А лучше всего пойти и порыбачить. Вот то мясо, которое добывается с рыбалки, оно гораздо лучше. Оно гораздо дольше сохраняет свою свежесть. То есть, вот реально, вот это где-то 4 минуты вместе с солью для консервирования. А то сырое мясо первосортное, которое добываешь из рыбалки, оно сохраняет свою свежесть 17 минут. То есть, реально, реально очень долго. А это самое первосортное мясо рыбы, да, точно, первосортное мясо рыбы, оно сохраняет свежесть порядка 30 минут. Здесь у меня рядом с домом также рестнулось огромное количество вот этих вот ужасных птиц. Они почему-то в последнее время здесь стали все появляться. Сейчас я их быстренько сожгу и продолжу приручать Аргентависа. Благодаря Х2 он приручается, ребятушки, очень-очень быстро. Честно говоря, я понимаю, что люди, которые играют на Х5, почему они там играют? Х5, Х2 в серверах, ты тратишь реально гораздо меньше времени. Если у тебя времени нету, а поиграть хочется, то действительно есть резон идти на серваки, где рейты повыше. Там реально полегче приручать. Но вот, но если все-таки есть время поиграть, я все-таки реально советую играть на Х1, потому что вот это вот ощущение того, что ты преодолеваешь такую сложность, оно очень приятное. Оно очень приятное, что ты с этим справляешься, потому что ресурсов меньше. Всего меньше, дом строится ложнее, дольше. Все добывается реально потом и кровью. А особенно здесь, в выжженной пустыне, в выжженных землях, здесь реально все потом и кровью добывается. Постоянно сгораешь, и тебя постоянно убивают. Это реально классно. Ну, наконец-то все, Аргентависа приручил. Сейчас несу волка обратно домой. Сейчас там всех их скину. И я решил никуда не переезжать, остаться здесь, и расширять свой дом. Я решил, да бог с ним. Сейчас пока вот как раз рейты Х2, я, наверное, весь день буду фармить, добывать ресурсы, камни, песок, дерево, солому и прочее, прочее, прочее. И строиться здесь. У меня грандиозные планы по поводу этого места. Я решил построить здесь огромную базу. Не хочу никуда переселяться, слишком много сил сюда положено. Я не знаю, как я это все смонтирую, но, скорее всего, объединю два дня игры, два дня записи в один день. Соответственно, ребята, я расширил базу. Я уже поставил огромные ворота, огромный этот дверной проем. Соответственно, если кто-то не знает, то нужно на дверной проем по 900 каждого ресурса, на ворота еще по 450 каждого ресурса. Камни, дерево и солома. Также я стал строить здесь саманы. От него будут стены отходить, соответственно, чтобы внутри дома было прохладно. И снаружи саманная стена будет огорожена еще каменной стеной. Будет два слоя каменных стен. Как видите, вот одна стена будет вплотную к ней прилегать, а вторая стена будет вот здесь вот с внешней стороны этого фундамента идти. Соответственно, будет такая двойная защита. Если кто-то или что-то захочет проломить, проломив первую стену, она увидит вторую каменную стену. Может быть, желание дальше проломать отпадет. То есть, вариант пролома будет только через основные ворота, либо боковые ворота. Но я там сделаю систему комнат внутри. Обязательно сделаю систему комнат, что через ворота входишь, а перед тобой там еще стены, комнаты, двери. И, соответственно, максимум может быть... Ну, действительно, если только сломают большие ворота, и, может быть, динозавров поубивают, что-то типа того. Ну, не знаю, я посмотрю. Я еще подумаю, как я все это сделаю. На самом деле, строить вот без Аргентависа было бы очень сложно. Хорошо бы, если бы у меня сейчас была топежара, но я что-то не смог найти. Как видите, вот там вот немножко косикнул. Ну, я потом удалю эту секцию. Сейчас просто с Аргентависа это невозможно сделать. Реально, вот здесь вот приходится искать место. Вот как вот, как влепить, влепить эту стеночку, летать на нем, потому что не может нормально остановиться. Он все время чуть-чуть дальше прилетает. Вот нужно четко-четко-четко это место найти, как подлететь, чтобы вставить, вставить стеночку. Ну, во, отлично, есть. И вот так вот я здесь летаю, и все это дело строю. Я вижу свои косяки. Я вижу тут несколько блоков у стен, несколько стеночек, они поставлены косо. Но вот этой стены, которая вот сейчас вот на нас смотрит, ее не будет на самом деле. Это временная, чтобы можно было хотя бы уже заходить внутрь через большие ворота. Это временная стена, я ее потом полностью уберу, а база будет продлеваться дальше туда. Здесь у меня будет огромная теплица. Я думаю, вот над вот этой постройкой, где мы сейчас с вами находимся, наверху будет огромная теплица. И еще собираюсь продлить базу на гору. Сейчас я вам покажу, куда. Да, также вот здесь сверху обязательно будет еще сверху слой камня. То есть сверху у нас тоже не самая стена будет, а каменная. И базу я собираюсь продлить вон туда. Соответственно, вот здесь пойдет вторая часть базы. Я думаю, вот здесь конкретно будет большая база именно для загон такой для динозавров, для больших динозавров. Сделаю подъем туда наверх. Не знаю, может укреплю это через колонны, может быть еще как-то. И есть мысль вот сюда, вот на этой горе, сделать какую-нибудь башенку. Ну что-нибудь такое пристроить, чтобы у меня здесь такой мой маленький персональный форт был. Чтобы, я не знаю, кланы пролетали такие, типа, вау, что за клан здесь живет? На самом деле здесь всего один игрок. Ну, посмотрю. Не знаю, на это даже, наверное, уйдет просто огромное количество времени. Но я-то, честно говоря, пока не собираюсь заканчивать играть в арк. И я собираюсь продолжать, продолжать строиться, развиваться, приручать новых динозавров. Здесь нам еще как минимум нужно приручить грозовую виверну, а это сделать довольно-таки сложно. Голему приручить. Я не знаю, как я это буду делать в одиночку, но я что-нибудь придумаю. Я придумаю какую-нибудь хитрость и обязательно это сделаю. Я надеюсь, что вам нравится, ребят. Итак, сейчас я хочу выломать вот эту стеночку, которая мне мешается здесь. Ну, соответственно, она мешает заходить в наш дом. То есть ее здесь абсолютно не будет. В принципе, это мне сейчас поможет, потому что это возвращает определенное количество ресурсов. Но, блин, все равно все очень как-то... Места недостаточно. Все... Дом маленький, потолки очень низкие. Все как-то очень тесновато здесь. Надо-надо расширяться. В общем, наверное, сейчас продолжу фармить ресурсы. Нужно много песка, нужно много мякоти кактуса. Летать, все это собирать, приносить сюда, создавать глину. Много дерева, много опять соломы. И расширять, расширять, расширять. Сейчас буду этим заниматься, это делать. Это опять, наверное, займет несколько часов. Не знаю, из-за этого, скорее всего, выпуск задержится у меня на канале. Но я постараюсь сделать все как можно быстрее. Итак, я продолжаю все обустраивать. Вот с этой стороны дома, которая смотрит на Красный Обелиск, я поставил такие большие ворота. Сейчас обстраиваю стены камнем. Но чувствую, мне камня, конечно, сейчас не хватит, чтобы все обстроить. Да и, наверное, все-таки лучше сначала закончу полностью саманную постройку, а потом буду обносить камнем. Если кто-то нападет, ну, значит, нападет. Ну, надеюсь, что этого не произойдет. Соответственно, вот так вот я прилепляю. Сейчас давайте. Ну-ка. Во. Нет. Не этой стороной. Во, вот этой стороной нужно. Во, вот так вот поставить. Здесь очень сложно, очень часто каменная стена заменяет саманную. И вот сейчас полегче будет, потому что вот именно она должна кладкой на нас смотреть, а деревянным основанием в обратную сторону, иначе будут проблемы между кладками. Я не понимаю, почему у меня здесь слева это вот получилось сделать. То есть деревяшка на нас смотрит, но все равно дало поставиться. Я потом переделаю это. Это, честно говоря, какой-то косяк. Ну, оно поставилось. А в других местах не ставится. Соответственно, снаружи будет застроено все вот так вот. То есть пойдет еще одна стена. И снаружи будет казаться, как будто бы просто такая солидная каменная постройка. Саманной вообще не будет заметна. И вот как вот пошла стенка у меня вправо, от вот этой большой двери, от больших ворот, для таких средних динозавриков. Отсюда будет очень легко забираться. Они быстрее открываются. Вот это будет как раз окончание вот этого дома. То есть окончание первой комнаты. Соответственно, дальше будет, чуть дальше вторая комната, первый этаж. Чуть правее, вот там. И над ней будет теплица. Но теплицу я буду делать позднее. У меня пока еще не хватает очков инграм, чтобы все ее выучить. Сначала давайте закончим самый первый основной дом. Хотя бы первый этаж первого дома. У меня появился вот такой вот шипастый дракончик. Просто шикарнейший. Сейчас он 39 уровня, но честно говоря, он все равно очень и очень силен. Забивает даже 60 карна. То есть реально очень мощный. 660 здоровья, выносливости достаточно, урон неплохой. Ну как-то вот так он очень-очень удачно приручился с очень удачными характеристиками. Соответственно, ну как вы видели, я сделал себе такие ворота. Так, секундочку. В какую сейчас сторону откроется? Сюда. Отлично. Также у меня есть вот такой красавчик. 76 уровня. О, уже 77-го. Уже 77-го. Чтобы тебе повысить. Я ему сейчас повышаю урон до 200. Так, соответственно, еда тебе на данный момент не нужна. Я тебе позднее положу. Аргентавис. Аргентавис, честно говоря, абсолютно новый. Я потерял еще одного Аргентависа. Случайно абсолютно сам его сжег. Этому я сейчас повышаю вовсю вес. Нужен где-то вес 600-700, чтобы он нормально мог переносить груз. Потому что я его исключительно использую для перевозки грузов и больше ни для чего. То есть я на него, в принципе, не сражаюсь. Ну, Аргентавис, он сам по себе довольно-таки долго убивает. То есть нужно либо цепануть какую-то цель, поднять ее, заклевать. Либо летать вокруг нее. Так, там, сиреневый луч бьет. Ну да ладно. Либо летать вокруг нее. И вот тут я сейчас приручаю Саблезуба, самочку, кису. Правда, 12 уровня. Но рейты Х2 уже закончились. И приручать опять довольно-таки долго, довольно-таки сложно. Да и сейчас около Красного Обелиска там другой человек приручает зверушек. И вовсю рыбачит. Я решил туда не лезть, чтобы, ну не знаю, не вызывать никакой негатив или агрессию по отношению к себе с его стороны. И пускай рыбачит. Не буду туда пока что влезать. Потом, потом там еще какую-нибудь приручаю. Сегодня я так думаю, что буду продолжать, продолжать собирать ресурсы, чтобы расширять свою базу. Я сейчас уже полностью представляю, как я ее хочу сделать. Осталось только собрать огромное количество песка, огромное количество дерева, соломы. Самое сложное, конечно, это добывать дерево. Но, как раз шипастый дракон мне в этом поможет. Он, оказывается, работает как бобер. Чуть-чуть хуже, чем бобер. То есть, ну вот видите, вес, соответственно, 100 логов. У него 10, да? Ну, он реально как бобер. У него верстак, есть все тела. Но, в отличие от бобра, он реально может очень неплохо постоять за себя. У него есть вот такие шипы, которые отравляют. Блин, вообще суперская зверюга. Мне очень нравится. Буду его потихонечку раскачивать. С этой стороны я решил поставить вот такие ворота. Соответственно, уже сделал небольшой подъем. Будет легко заходить внутрь, даже вот на таких динозавриках. Правда, на очень больших сюда не войдешь. Но, в принципе, карно и аргентавис сюда спокойно пролезают. Никаких проблем не возникает с этим. Так, секундочку. У меня где-то в инвентаре была фляга. Я хотел проверить, а можно под дождем ее набрать или нет? Так, давайте вот сюда положим, если мы нажмем 8. Да, шикарно. Ее можно набрать под дождем. Просто супер. И, по идее... Секунду, амрилатопс у меня... Если на нем выехать на улицу и оставить его, он же должен воды набрать с себя, по идее. Давай проверять. Потому что я один раз, помню, пришел, я в нем всю воду выпил, потом пришел, а он полон воды. Он набирает воду или нет? О! Во, отлично, пошла вода. Потому что, когда он стоял в доме, он там, видимо, не набирал воду из-за того, что крышу уже не давало. То есть крыша уже настолько высокая, что она ему не давала набирать воду. Шикарно. Сейчас он еще и воду наберет. У нас будет вода с вами постоянно в доме. И я, безусловно, буду поверху, прям по небу, по небу, по небу, тянуть водопровод туда, в сторону уже того водоема. И еще в окрестностях попытаюсь найти где-нибудь источник воды. Может, все-таки где-нибудь есть. Может, я его пропускаю. Постараюсь повнимательнее полетать, посмотреть. И установить запасной водопровод туда, что вдруг, если этот разрушить, чтобы запасной работал. Итак, вот-вот. Блин, что ж ты меня пугаешь? Он когда какает, у него такой звук. А, отлично, киса приручилась. Заблизуб. У него такой звук, как будто бы из хвоста вот эти шипы вылетают. Слушайте, ну просто супер, очень красивая картинка такая у него. Так, и у меня, у меня на самом деле все больше и больше и больше теперь в досье есть этих животных. Так, назовем ее просто киса. Так, отлично, давайте экипируем седло. Всего 13 уровня. Очень обидно, что такого низкого уровня. Но, ничего страшного, мы ее раскачаем. У нас можно вообще подо мной ехать? А какие эти статистики, мне интересно? 350 жизней, выносливость 260, вес 200. Урон 120, скорость передвижения 130. Так, секунду. Не будем его здесь оставлять. Ну-ка, давай приказать следовать. Есть. Прыгать она может. На правой кнопке что у нас? На правой кнопке ничего. На левой кнопке укус. И, в принципе... И, в принципе, все. Все, что она может сделать, да? Ну, ладно, ничего страшного. Хотел я приручить во время Х2 топежару. Но, блин, ни одну не смог найти. Я все облетел. За день до этого у меня вот здесь в горах она просто сидела. И нужно было бы всего лишь к ней подкрасться, болосом заорганить и спокойно приручать. Я что-то почему-то не стал сразу этого делать. А вчера, когда хотел приручить топежару найти, не смог найти просто ни одной топежары. Так обидно. Просто ужас. Ладно, Мрилотопс, ты наполнился. Все, давай тебя заводить внутрь. Давай заводить тебя внутрь. Стой здесь. И, конечно, этот... Эй, черт! Это что такое вышло сейчас? Это как так? Ну и что мне теперь делать? О, отлично удалось на него сесть. Тихо, тихо, тихо. А, там вообще, там вообще высота 2, да, потолка? Там высота 2 перекрытия, поэтому я вот так встрял. Так, киса тоже сюда пришла, потому что ей одной скучно. Хорошо. Давай вот здесь оставим. Приказать не следовать. Есть. Агрессия на нейтральный. Все замечательно. Слушайте, места вообще не хватает. Просто дичь. Это не дело. Нужно расширять базу. Пойду добывать дерево. Итак, я решил тут провести один небольшой эксперимент. И поставить... Сейчас, секундочку. Так, для этого, мне кажется, у меня немножко не хватает. Да, у меня не хватает стенок. Блин, я что-то... Что-то это дело немножко упустил. Ладно, пускай так. Не страшно. Так, я могу еще стенки сделать? Так, стенка пойдет сюда. И вот стеночка пойдет сюда. Блин, почему я вот так вот что-то отстраиваю? Потому что Мрилотопс мешается. То есть мы не можем слезть с Мрилотопса. Нам буквально не хватает еще одной секции. Соответственно, теперь сверху будем ставить потолок. Я решил сейчас не делать прямо доверху. Потому что ресурсов нужно очень много. А хочется уже жить в комфортной постройке. Поэтому решил сначала сделать полностью первый этаж. А потом с вами уже будем делать второй. Так, секундочку. Давай вот это сюда. Ну, есть у меня, конечно, подозрение, что, возможно, мне придется делать новый люк. И новые ворота для люка, да? Тихо-тихо-тихо-тихо. Нужно очень аккуратно все это делать. Чтобы не просаживать ресурсы. Потому что добывать их на Х1 теперь... Знаете, после Х2 это стало еще сложнее. Потому что так привыкаешь быстро к хорошему. Так привыкаешь быстро к вот этой вот ускоренной добыче ресурсов. Что когда она исчезает, становится очень дискомфортно на самом деле. Так, это сюда, это сюда. Там у нас стена пойдет. Этого, я думаю, вполне достаточно. И да... И, соответственно, нам нужно еще одну буквально секцию. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Не надо следовать. Ну да, и если я все правильно рассчитал, нужно еще одну вот эту вот секцию перекрыть. И вот там немножко. И все. И тогда у нас все получится. Но мне немножко не хватает... Мне немножко сейчас не хватает перекрытий. Сейчас еще доделаю несколько штучек. И продолжим. Так, давайте поставим здесь два перекрытия. И посмотрим, что получается. Потому что там получается какая-то очень... Эээ... Нехорошая щель. Вот тут вот, да? Дям-дям-дям-дям-дям. Как мне туда спуститься сейчас? Как мне туда спуститься? А я могу вот так вот же пристраивать? Ну, могу. Секунду. Соответственно... Соответственно, Аргент, иди сюда. Аргент, иди сюда. Нам вот здесь нужно застроить, да? Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Нужно как-нибудь остановиться. На нужном... Нужном расстоянии. Вот так вот. Вот так вот отлично, мне кажется, да? Я могу? Тихо-тихо-тихо. Во! Вот так. И вот так. Слушайте, шикарно. Отлично получилось. Так, здесь у нас все застроено. И осталось вот только здесь построить... Построить стену в потолок, да? Итак, последние штрихи. И верх будет закончен. Давайте обносить. Так, сразу вот так вот. Вторую туда же. Соответственно, у нас вот здесь одна лишняя секция потолка. Но ничего страшного. Мы ее потом уберем. Пока пускай стоит. И теперь здесь... Блин, постоянно путаю, как ее правильно ставить. Вот так вот. Ладно, предположим, что вот так вот потом изменим. Потому что это временная... Это временная здесь часть. Мы потом ее обязательно изменим. Или что-нибудь с ней придумаем. Да. Да-да-да-да-да-да. Нужно было правее ставить. Вот как вот это встало только другой стороной. Ладно, ничего. Это мы потом изменим. Сейчас это не критично. Сейчас главное просто все застроить. Вроде... А, вроде все застроили, да? Давайте облетим, посмотрим. Ну да. Все. Все закончено. Эта часть полностью застроена. И теперь у меня есть очень интересная такая идея. Выломать потолок. А как я здесь выломаю потолок? Мне интересно. Если только на Морелотопсе это сделать. Ну-ка так попробуем. Закрывайся. Я к нему вообще подберусь отсюда. Тихо. Опа. Есть. Подобрались. Тихо. Стоп. Отлично. Встали, да? То есть выломать вот эти перекрытия. Потому что они здесь уже вообще не нужны. Раз. Все лишнее будем сейчас в Морелотопсе складывать. Вот это туда же. Есть. Все. Отлично. И вот здесь в уголке у нас уже сопротивление жаре 612. Просто на самом деле сейчас очень жарко. Температура 45. Но сопротивление видите какое огромное. Поэтому в этом вот углу уже прохладно. В этом углу уже комфортно. И то есть мы вообще жару не ощущаем. Так. Замечательно. Соответственно я вот там вот не успел выломать. Да? Вот там не успел выломать. Не успел. Это мы все давайте ломать будем. Так. Разрушить. Есть. Выложим все лишнее. Выложим все лишнее. И проведем тот дикий эксперимент, который я хотел провести. Не знаю. Допрыгну, не допрыгну. Допрыгну. А! Вот так вот как-то можно зацепиться. Ну-ка, ну-ка, ну-ка давай. Есть. Я его хочу сломать. Так. Люк по-прежнему держится. И здесь. А здесь есть вообще смысл вламывать эту стену или нет? Ну, кстати, ну вот эта дверь, все, она здесь уже не нужна. Эта дверь, она здесь уже лишняя. Здесь я пин-код задал. Так что дверь закрываем. Соответственно все эти лишние стены тоже быстро убираем. Так, секунду. Перекрытие. Есть, убрали. Чем меньше вокруг камня, тем сразу становится прохладнее. Вот это прикол на самом деле. Мало того, что здесь стало свободнее, здесь стало реально прохладнее. Здесь уже не так жарко. Жарко вот только там, где у нас нету саманного фундамента. И жара есть, конечно, вот здесь. Вот здесь вот жарко, да? Здесь минус 152, спротивление жаре. Здесь сразу жарко становится. Все, понял. Соответственно, с этим надо бороться. Это надо убирать оттуда. Если я ее все-таки выломаю, мне так дико интересно. Оно, оно рухнет или нет? Тихо. Эту я выломал. Эту я выломал. А люк зацепился за те стенки, как я и хотел. Все, шикарно, все получилось. Так что вот эту стену можно ликвидировать полностью. Она здесь не нужна. Лишний камень внутри дома абсолютно не нужен. Весь камень у нас пойдет снаружи. Внутри дома все будет саманом. Есть, отлично. Убираем лишний весь камень обратно в шкаф. Ну что ж, наконец-то дом начинает приобретать такие закоченные очертания. Все вот эти вот плавильные печи, пестики, ступки и верстак я отсюда уберу в какое-нибудь другое место. Потому что, ну, здесь им абсолютно не место. Здесь они только мешаются. Соответственно, здесь у меня в основном будут жить животные. Наверное, я все перенесу вот сюда. Здесь подниму еще один этаж наверх. И каменный, и саманный. Соответственно, в саманном уже этаже вот здесь вот я расставлю, скорее всего, все вот эти вот построечки. Все свои вот инструменты и прочее-прочее. То есть тут уже можно будет и переплавлять, и крафтить. И, может быть, шкафы расставлю. Посмотрим. А здесь у меня будет большое открытое пространство. И надо подумать, как я буду попадать на второй этаж. Да, вот это, конечно, очень хороший вопрос, как я туда буду попадать. Ладно, в будущем я его обязательно решу. Сейчас пока что буду достраивать свой саманный дом. Немножко его улучшу. И обнесу все-таки стеной, чтобы было понадежнее. Чтобы первый этаж не могли выломать на обычных динозаврах каких-то типа Анкила или Дедекаруса. Потому что, я помню, меня один раз как раз разрушили все с помощью Анкила. Ну, люди посидели, подолбили, разрушили. Но это было не на этом сервере. Ты что ж ты у меня тут выпираешь-то, господи? Что ж у тебя морда-то торчит? Горюшка ты моё. Он меня даже здесь умудряет... Зараза! Хватит хвостом вилять. Вот так вот. Есть. Не надо здесь выпирать. Давайте жизни поднимем. Есть, отлично. До 400. Потом поднимем ещё выносливость и урон в ближнем бою. Соответственно, уже киса прошла совсем чуть-чуть. Она уже 16 уровня. Замечательно. Есть. И... Всё. Нужно идти добывать ресурсы. Продолжать всё строить. Продолжать улучшать этот дом. Но на самом деле в нём уже очень-очень комфортно. Вот здесь чуть-чуть выпирается Аманная. Так что, в принципе, внимательный человек так присмотрится и поймёт. Вот там, кстати, наверху можно заменить на каменную. Потому что это как-то... Да, это небезопасно. Там можно заменить на каменную, я думаю. Потому что именно там можно выломать. Вот. Соответственно... А может быть я просто сделаю выступ вперёд? Да, я сделаю перекрытие, выступ вперёд. И их... А они будут каменные. И их, соответственно, уже с этой стороны обнесу камнем. Вот так вот сделаю. Не буду я ничего выламывать. Потому что уже ресурсы потрачены. И что бы то ни было выламывать, это значит потеря ресурсов. Слушайте. Ну прикольно. Ладно, пойду ещё песка подобываю. И подобываю мякоть кактуса. И, наверное, на этом давайте завершать. Здесь у меня получилось... В этом выпуске у меня получится, скорее всего, три игровых дня. То есть там полностью суббота, воскресенье, часть пятницы и... Часть понедельника. Вот сейчас ко мне забежал Галимим. Я собираюсь уже там скоро, минуток через 30 проводить стрим. Соответственно, Park Survival. Естественно, этот выпуск будет после. Получается, стримы. Вы, может быть, в стриме уже увидите этот дом. Но то, как он строился, то, как всё это происходило, вы увидите в этом выпуске. И я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске. Продолжение следует...